Сегодня у нас 29 декабря. Время у нас начало 10. Мне вопрос к Инатю Тихоновичу. Давай. В поле тут играет. Инатю Тихонович, вопрос к вам у меня. Вот сейчас некоторые говорят, что сейчас благословенные не только евреи, все благословенные. А наоборот и евреи написано, что дом ваш остался пуст и все прочее. Что евреи сейчас никакие неблагословенные, а Христос написано и Елены, и Иудеи для Христа все одинаково. Так сейчас Иудеи благословенные Господом. И в чем благословенность проявляется от личности, от других народностей? Благословение его понимать надо как. Мы ездили в Томск, и там бурмистров. Он какую-то должность исполнял, что-то поет и прочее. Он вышел, а я приехал, миссионерская поездка была, я хотел их епископу подарить. Он, а кто вы такой? Я показал, кто я такой и все. А он хором там руководил церкви, клиросом. Я хотел ему книгу, книжки по своей, подарить. Как это вы, Лапкин? Вы такой, это сектантский дух. Я говорю, ну это у меня книга, симфония. Достань-ка вон ее, вон она синенькая. На житя святых. Но что он может сказать человеку? Я показываю симфонию, на житя святых ее не было. Я долго трудился над ней, это много времени отняло. Ну и что, кто ее благословлял? Я вот так вот потихонечку открываю. Тут стоят студенты эти, семинаристы. Считай, что? По благословению. Преосвященного Евтихия, епископа Ишимского и Сибирского, РПЦЗ, и по благословению Преосвященного Максима, епископа Барнаульского и Алтайского, МП. Вот что можно сказать, чтобы на одну книгу, вот в то время, когда еще ни о каком акте о каноническом общении не было, а мы пришли к Максиму, когда, ну Евтих нас благословил, а вот этот Максим-то, Дмитрия, фамилия его, а этот Курочкин Евтихий, он только это... А Евтихий-то не обидится, что я тут это благословение свое. Но он старше вас, раньше рукоположен, он впереди будет. Ну конечно, я с радостью, хотя сам по себе Максим был тогда к нам не расположен. Ну вот я дал этому... Ну он только что, ну нормальный человек, он сказал, ну благословение, ну я это признаю, ну куда. И ваш епископ благословитель, тут каждое число, вот оно, смотри как. На какое число? Притом симфония необычная, вот по оглавлению даже, вот я сейчас покажу. Вот смотри, оглавление. Оно не по словам как, а по событиям. Ты вспомни, какое-то событие было. Вот человек, допустим, попал куда-то или что-то. Это выбрать на 1173 биографии. Так биографии-то, в одной биографии бывает и вода, и огонь, и камень, и дети, и все это разнести по нужным где-то. Вот оно что. Я составитель, никто мне тут не помогал, только вот когда составлять нужно было. Вот оно, смотри сколько много этих разных. Ну разное, разное. Ну допустим, человек, ну один китайский товарищ, ну так не будешь говорить, положи. Так правильно. Конкретно, вот я, говорит, знаю, было такое, что дьявол камнем ударил человека. Ну сейчас я подойду к Костюпову, допустим, Алексею Ильичу и скажу. Ну там другой священник, там Ткачев, там Смирнов, ну кто угодно. Я подойду и скажу, а это что такое? Как? Дьявол ублазил? Да, праведника ударил. И он долго болел и хромал. Ну а еще что? Ну а потом камень, там написано, что стадион был. И дьявол нес камень, и стадион там стонал весь. Ты слышал? Я? Нет. Теперь это спрашивает патриарха. А ты считал такое? Нет. Так это не все. Я говорю, а вот такое. Когда в поездке были они, мех это выделанная шкура, и туда наливают отдельно вода, отдельно масло, отдельно вино. Ну и он взял и все в одно слил. Ну в одно слил, да бурдабага будет. Но только он идет и ученика посылает и говорит, там воды принеси, он подходит эту, наворачивает. Чистая вода. По обеду он говорит, знаешь, вина надо маленько выйти. Он говорит, это же бурдюка идет, только вино. Ну когда он лег, учитель-то, а ему ни воды, ни масла не надо, а вина. Ученик, он подошел потихоньку-то, не проснулся, налил. Как хлебнул, голова закружилась, еще отдельно уксус был там, говорит. Он, кажется, четыре компонента. Ну кто это такой был? Да такого не было. Ну, было. 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 Или такое. Вот. Арестовали христианку. Ее сказали, что ты раз не сознаешься, тебя отдаем мы мужчинам, а тебя будут насиловать. Ну, насиловать кто будет? Она красивая. Я, 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 я. Выстроились так. А там христианин был тайно, он первый пошел. Воин. Ну, и пошел к ней, зашел и говорит, я специально зашел тебе на, говорит, мою одежду, переоденься и так, закройся и выйди, иди. А я останусь, что они со мной сделают-то? Ну, и следующий, когда заходит там, одежду-то уже снимает к ней, поднял, мужик сидит перед ним. Он говорит, что у христиан басня такая есть, говорит, воду в вино, но чтобы женщину-мужика я такого не считал. Я говорю, где это, кто? А надо сказать, какое число? Они этого не скажут. Ну, я скажу такое, житие святых, знаете, люди надеются на разные вишки, тут, чтобы пройти, не заблудиться. И вот один святой шел по пустыне там, он любил, паломник был, такие духовные пилигримы были. И он тыщинки все ставил. Ну, он шел ночью-то, лег отдохнуть-то. Проснулся, тыщинки все до одной, около головы лежат. Он посмотрел, я их ставил-то весь день, шел-то там, километров пятьдесят прошел, и все тыщинки стоят. Это Богу не угодно, что я ставил, чтобы я на Бога надеялся, а дьявол взял, собрал и все. А один святой был, Яни Аврий. Кто такие? Узнал. Это два колдуна были. А где они были? Он узнал местность. И пошел туда, и на встречу ему семьдесят демонов вылетели, закричали, не ходи, не ходи, а они уже умерли. Он говорит, отстаньте от меня, сгиньте окаянное. Я посмотрю, ничего не возьму, у вас есть нечистая сила, и они все рассыпались. Он подошел, там журавль, вода, колодца нету, засыпано, ведро болтается, прожавлено, дырявое. Деревья там взял, а там порховки, все, вздымшие. Вот, фу, душу продали, за что, повернулся, пошел. Кто это сказал? Какого дня память этого святого? Ну, ну и все, и кончилось. Где какой святой стоял в храме и видел, только один видел, видел, что делается. Не то, что там Еродия и Василий Блаженный там бегали, друг друга дрались, матерились. А он стоял и смотрел, люди подходят благоговейно, рот развивают, а он видит, там черные стоят. Эфиопы, и в рот уголь толкают, а причастия никакого нету. Это не я говорю, это житие, тебе надо, я сейчас назову число, я не буду называть, я уже называл это. Ни одному святому не было, ни Златоусту, ни Василию Великому, только одному. Кто это такой? Кто? Кому это Бог открыл-то? Почему это прячут от народа? Александр Невский, там вот это вот, нато знает, Сергий Радонежский, вот это почему нет? Александр Невский, орден Александра Невского, Сергий Радонежский, Рерихи, говорят, мы воплощение Сергия Радонежского. Почему только на двоих святых посягает сатана после смерти? На Моисея. Почему? Я такие вопросы задаю, они лопаются от злости, их академии не хватит. А я занимался на десять раз, даже на двенадцать прошел житие святых. Это двенадцать томов. Ну? Ну я-то вам говорю, а это мой бурмистр, ну отдайте, но благословение-то какого года было? Ну я говорю, что оно прокисло что ли благословение-то? Так вот, в этом благословение, мама благословляет, иди сынок там, или, ну как-то там, на войну благословляли, и оно на войну и кончилось. Благословение, которое дано народу израильскому, оно вечное, оно переходит в вечность. Вечная суббота, это никуда не делось. Вечная радость, покой и пение. Вот я куда не посмотрю, это еще вот это, благословение несет она. Вот она. Сексинская Мадонна. Откуда ты? Отсюда. Откуда такое вот это, в него что стающе малое, мало-помалу придет в упадок? Оттуда. Авраам умер, но его имя подменяет и это, Ибрагим. Это Авраам. И теперь мы говорим об Аврааме, как о живом человеке. У Бога все живы. Говорить о Сократе, о Платоне, мы не можем этого сказать. Не можем. Этот народ был избран Богом и в нем благословение. 12 глава Бытия говорит, благословляющего будет благословен. Когда? Сегодня. Так евреи, они делают революции кровавые. Они свергают режим, они захватили СМИ. Все в еврейском, все-все-все-все. И сейчас закон щипировать, это все евреи. Будьте они прокляты, жидовье разорились в страну. Убили нашего императора и прочее, святого помазанника. Это люди так хулят. Я говорю, ты говоришь, что все как по делу. На выход-то какой? Бить надо. Бей жидов, спасай Россию. Это русская наработка. И бороться надо? Меня спрашивают. Вас сильно не любят русские меня, потому что евреи вас хвалят. Вы за них заступаетесь. Да я не за евреев заступаю, за правду. Но попадают под правду и получилось, что вон... Ну а как бороться? Бороться надо. Ну ты согласен? Да, согласен. А как? Оружие надо. А оружия у вас нету. Как нету? Да у нас сколько сейчас на схронах мы оружие наготовили. Вырезать их надо. Помещать как в Арфаламеевскую ночь и подряд. Как евреи-то убивали наших? Договорятся. Днем стоят два-три человека напротив каждого дома христианского. А ночью закричали. Храм горит. Христиане выскакивают. Они их безоружие, сонные. Всех порезали. Уничтожили. Не так бороться. Любовью. Так они... Вот они ответят за себя. Я отвечаю за себя. Я отвечаю, как Бог повелевает. Вот ко мне заехал еврей. Вот стоит. Вот здесь он-то сидел. Это когда мы были на второй строительной. Вот в этом месте я здесь. Он еврей. Еврей не полукровка. Чистофородный еврей. Ну, я не знаю, полтора-два часа мы сидели. Он взялся православным. Потом взялся священником. Приближенный патриарху. Сейчас храм большой отстроен в Тбилиси. Отец Наум Израилевич Бальчуков. Его дети там, сколько там у него сыновей. Четыре или что это. Приезжали трое. Родственники. Теперь все они православные. Жена православная. Вот моя борьба. Пущенец каждого священника. Один еврей сделается священником. А вы боитесь священников. Евреев нельзя ставить. Это они там будут... Я Александру Мению беседовал. Говорю, а можно гипотетически хотя бы предположить, что патриарх будет евреем? Нет. Даже между собой которые евреи сидят здесь, они не могут взять большинство. Вот. Понимаешь? Но благословение от него такое же идет. В чем оно благословение? В детях. Я учу. Главное преимущество им верен на слово Божие. Библия. Как бы не Библия, я бы был другой. Я бы был террорист. Я бы был с Музычкой, с Сашкой Биллом. Я обязательно пошел бы с Жухаром Дадаевым. Я с детства искал, где отомстить коммунистам. Ну, при тех данных, которые мне давал Господь, я был тренирован. Ну, где-то, не претендуя, но где-то рядом бы с Тотто Скорцени. В самых опасных операциях бы участвовал. Меня никто не учил. Я сам закалялся и закалялся. Резал себя, давил, так спал. Никто не поверит, что я начальник водил машины. Тренировался, везде ружья были, патроны. Все это от меня отнял, отбросил Господь, Бог и Его, который открылся Моисею. Который обещал, обещание благословения. Вот она несет. Несет. У меня стихотворение есть. Сикстинская Мадонна. Несет. Видишь, она едва облаков касается ступнями своими. Благословение всему миру. Вот. Вот. Ну, я не знаю даже. Надо буквально минутку еще что-то только глянуть. Это слово стихи. Здесь вот, гляньте мне, помогите. Я сейчас так и гляну. Вот. Ну, помогите здесь найти слово стихи. Ну, ты струбишь что-нибудь. Ну, что, нету еще? А-а-а. Вот они стихи. Чего вы так плохо ищете? А стихи одним файлом. Вот и все. И уже нашел. Стихи. А где одним файлом написано? Вот. И так. Где вы здесь? Стихи, алфавис. Стихи одним файлом. Вот она. Все слеплены вместе. Я сейчас Ctrl-F заставлю. Секстинская. Посмотри как. Вот смотри. На образ Секстинской Мадонны. Уже нашел. Никита, иди, прочитай. Я плоховатый. Так. Секстинской Мадонны. Она идет, и сына прижимает к своей груди, готовая отдать все. Все. Со страхом понимая, что это сделать может только мать. Вот она. Дальше. Она несет сокровище веков. К своей груди младенца прижимает. И он, младенец, он уже готов. Все муки добровольно принимает. В учетич, которого статуя Перекъем Мещина орала перед зданием ООН. И как-то сказал так. Смотрели кто-то и говорит, ну все правильно. Но глаза-то у него не ребенка. Глаза. Это глаза взрослого человека. Он говорит, он бог. В советское время журнал Огонек писал. Вот это вот. Он говорит, он бог. И поэтому столько художник Рафаэль все уловил. Картина номер один. Всей мировой живописи. И дальше. Итак. Она печалью скорбной наплывает Из глубины веков на облаках. Последний шаг. Последний шаг. Об этом кто не знает. Ступни ее не сковывает страх. Ступни ее не сковывает страх. Куда она несет-то дальше? Неоцененный. Вечный и бессмертный. За тридцать сребреников будет оценен. И кто, когда скорбь матери измерит. О чем молился старец Симеон. О Матерь Божья. Небесным покрывалом. Не укрывай плод чрева твоего. Несешь на муки. В муках небывалых. И не сказав худого ничего. Он понимает. Человек и бог. И понимает. Матерь Пресвятая. Его распнут. Но не пойти не мог. И сонмы ангелов его сопровождают. Это не видно здесь. А вот это когда-то образы все. Вокруг-то ангелы. Дальше. С журнальных вырезок. Открытых галерей. С тоскою болью. Матерь выступает. За грех людей. За грешных матерей. Я отдаю. И каждый распинает. Для многих-многих это дар напрасен. Я плачу и скраблю о вас. О как прекрасна ты. О как прекрасна ты. Матерь. И сын твой как прекрасен. Благоприятен день. Спасенья час. 31 августа 1983 года. После первого ареста я написал это. Ну видите. Положил на музыку. Это благословение. Которое она несет нам. Ни одна нация мира не несет. Никто сегодня не поклоняется ни Астарте. Ну только в переносном смысле. Бог Ваал. Война жертву пожирает. Людей убивает. Если Венера. То у нас где-то венерические диспансеры. Или кто-то. Шлюхи разные. Блудники. А мы знаем. Бог Иегова. Это все. И то благословение. Которое Бог дал Израилю. Это внуку его. Якову. Аврамову внуку. А оно идет и на нас. Почему? Израиль. От него племя Иуда царственное. От него восстанет тот. Который привязывает к лозе. Там. Виноградный. Он прямо говорит. Как он будет выглядеть. Лев. Как лев. И кто поднимет его. То есть он в пещере лежит. Кто воскресит его. Сколько песнопений. Все галереи мира это говорят. Что это может сказать о Будде. Или о ком-то другом. Нет. И поэтому благословляет этот народ. Да. Они такие. Да. Но оружие против них только одно. Любовь. Какое? Любовь в первую очередь. К самому себе. Любить ближнего. Как к самому себе. Я не могу любить ближнего. Если я не знаю как самого себя любить. Ну не папа. Бабки же. Ешь больше. Спи дольше. То есть я хочу жить так. Чтобы малым обходиться. Помогать другим. И я стараюсь чтобы еврей это понимал. Мне что Бог открыл через их слово. Им это вверено слово. Им. А от них мы получили. А то сакральный язык. Сакральный язык. Сарковно-славянский. Сакральный понимать. Это еврейский и греческий. На котором Новый Завет написан. И поэтому. То благословение. Которое мы считаем в Священном Писании. А приходе Мессии. Весь Ветхий Завет в одном заключается. Пришествие Сына. Сидев, Абачеве. Примет и родит. Исайя 7.14. Вот это я получаю. Не от одной нации мира. А их 2896 на земле. Никто не просит благословения. Какие были вожди? Ну были же у русских там. Перуны разные. И кого только не было где-то. Нептуны. Но не просим же мы благословения там. А мы просим благословения у Бога. Отче наш сущий на небесах. Вечный, безначальный, зиждитель, охранитель. Все в нем. Гора, крепость, сила, башня. Это пастырь духовный. Все это Бог. Божьи имена почти 500. Почти 500 имен. Я им истинная виноградная лоза. А вы ветви. Отец мой виноградарь. Все понятно. И поэтому да будет благословенный народ. Мы считаем пастырь. Его придумали считать для мертвых. Он ни одного слова для мертвых не говорит, а оживотворяет. Для живых. И вот мы каждый день молимся. Вы знаете это. Мы просим на первом месте. Я русский. В первом месте мы просим Израилю. Господи дай мир Израилю. Избранным Твоим. Иерусалиму. Дальше. Россию, Украине, Сирии, где война идет. Мы каждый день это молимся. Об этом. И чтобы Бог сохранил от покушения на них. Чтобы им открылся. Так они вот сейчас сделают там своими песнями. Трясут. Они ограбили всех. Я никого не опровергаю. Не опровергаю. Все не знаю. Но знаю. Ну а как бороться с ними? Самое действие на помирскому было только у Адольфа Гитлера. Шикель Грубера. Окончательное решение еврейского вопроса. До одного с цыганами в печь. Чем кончилось? Не прикасайся к народу моему избранному. Говорит Господь. Где Гитлер? Где Сталин? Сталин тоже поднял руку на них. Кто поклоняется им? Нет. А Бог Израиля – это наш Бог. И когда Алексей Второй, при встрече в Америке с раввинами, сказал Ваши пророки, наши пророки. Ах, как на нее напали. А как? Иеремия у нас? У них. Исаия у них. Малахия у них. То есть люди не знают даже этого. Это с евреями. Каноны есть. С евреями вместе нельзя мыться в бане. Каноны. Но я православный исполняю. Исполняю как? Я не хожу в баню совсем. С евреями нельзя. Почему? А они воздвигали гонения. Инициировали. Просто всячески инициировали. Нападали на них. К еврею к врачу не ходить, он может тебя отравить. А мне делал Шохет Якоб Нахманович операцию. И как сделал, что после этого я живу полвека. Вот какое дело. Вот я своим делом занимался издательством книг, а мне евреи помогали. Евреи. Ну а в своей жизни вы где-то терпели от евреев? Не терпел. Но работая на корабле, я впервые встретил еврея на черной работе. Один. Он какой-то такой маленький как юродивый. Ну на меня похожий. И мы с ним везде вместе. Она даст. А косо смотрели. Мы ходили. Я от него впервые услышал о бабе Емьяре Евгении Евтушенко. Я его сразу постарался найти и заучить наизусть. Я один раз в жизни встретился с евреем, который вместе со мной канаты таскал на корабле и прочее. Его видимо свои евреи решили наказать. Это как видя анекдоты. Сынишка что-то там заортачился. Но они говорят, ну как его научить то? Что бы надо? Он каждый день сытый. Как сыр в масле. Он приходит и сразу, деда, а у нас сегодня в школе записывал кто какой национальности. Ну и как ты записался, Нахман? Я записался русский. Русский? Да ты же еврей. Нет, деда, я русский теперь. Евреи смеются все, русские везде они. То ладно. Ну хорошо. Значит, я тебе давал сколько? Сколько я тебе давал на дорогу-то ездить-то? Ну да ты, деда, все любишь меня, все давал. Стольник 100 рублей. Сегодня тебе только рублю. Русские больше дать не могут. Раз русский, по-русски. Он подошел к отцу, сказал, отец говорит, а тебя кто отвозит на машине ездить? Сегодня будешь ходить только пешком. Вот они берет. К матери подошел, сели за стол, ну они едят там курочку, ему картошки нечищные положили. Мама, почему? Ты русский, ешь то, что русские едят-то. Он вечером уже тоже ложился спать, говорит, и один день русским побыл. Как я ненавижу этих евреев. Вот кто это создал? Они создали. Абрамович, в один ночь поделили Россию, 72 года работали. Работали за палочку, за ноль в колхозах. Все подобрали, разделили. Ну, народ то злится. А мне не надо злиться. Я верю, признаю так. Абрамовича, почему? Бог сделал. Написано, цари мира принесут им дань. Принесут цари мира, вот и все. Работали даром, мне хватает. А тебя же они сажали. А я благословляю день, благословляю тебя тюрьма. Поэтому речь идет не о людях, а благословении, которые Бог дал этому народу. А вот вы хотели бы быть евреем, теоретически бы где-то так потихоньку бы сказал, но меня и так ругают, что я к евреям благоволю. Нет, к евреям не прикасайся. Главная беда Гитлера, Сталина, всех была, что они прикоснулись к Богу избранному народу. Да они сатана избранные, они отреклись. Благословение не отнимается, остаток спасется. Это благословение, оно значит не умерло. Никак этот бурмистр смотрит. Это благословение у вас было два года назад. Вроде каждую неделю я должен приходить. Благословения архиерея хватает на неделю. Священник, когда обеда только. Глупости все. Я не изменился, благословение пребывает. Они от меня все отвернутся. Но не ты, Господи. Бог. Бог чей? Бог сильных. Бог могущественных. Страшились. Это, допустим, Марс, Юпитер, Кронос. А какая биография Кронос? Своих детей сожрал. А мы молимся Богу святости. Богу чистоты. И он говорит, я Бог сирот и вдов. Сирот и вдов. То есть ниже некуда. Самое покинутое, социально необеспеченное. Под которых вода подтекает, крыша течет. С ними Бог. И они их не убьют. И вот эти, которые в Кремле, почему они умирают раньше-то? Депутаты эти разные. 200 лет никто не живет. А сколько тогда они жили? Вот у меня Тихон, отец Тихон. А у отца Дмитрий был. Тихон Дмитриевич. Все, дальше мы ничего не знаем. Да некоторые даже и про деда-то ничего не знают. А евреи, почитая родословно, они знают от Адама. От Адама. Почему? А там уже было избрано. И заговорил Бог. Вот фильм есть Авраам. Когда он в первый раз услышал, он не понял даже откуда. Что, как вот Самуил. Вся история имена, как приходили. Какие границы от города до города. Пусть кто покажет свою историю. Книги. Да их сожгли. Сжигали Александрийскую библиотеку. Там подряд все книги жгли. Какую книгу с таким трепетом мировые бы правители хотели перевести, как Птоломей Пелодир II. Когда вызвали 72 переводчика. Переводили сирийского на греческий язык. Симеон. Вот один из них был Симеон Богопримец, считается. Не было и не будет. Сегодня говорят, ну а чем они отличаются от нас? Не знаешь? Чтобы быть растяянным ни день, ни два, две тысячи лет. И вдруг там, ну да, допустим, Герцель это, другие. Ну, а они собрались. Еще не все, но они соберутся. Те народы, которые их окружают по территории в 500 раз больше. Там маленькая полоска на берегу моря. Ничего не могут сделать. И не сделать ничего. Проклят, кто проклинает их. Кто простирает руку на них, он будет убит. Это в первую очередь о них. Почему мне так все благословенно говорят? Это вы все издали. Вот я посчитал сегодня книги, которые издал. Ну, самое малое. Даже в два раза уменьшит стоимость с 30 миллионов издать книги было. А там все понимают. Так вы как-то дешево издали. Ничего не дешево. Так получается намного больше. Как за мамой эти два дома мне как с неба Бог дал. Ну, страдал я, высудил. Да, но я все принимаю от Бога. Вот как благословенно. И вот даже ты появился здесь. Я тебя не допускал. Так? И то, что ты оказался, это благословение Господне. Ты чувствуешь, нет? Конечно. Так. Ты чувствуешь, Володя, себя? Да. Это любой скажет как. Почему? Ничего нет. А что ты тут нашел? Старик какой-то, старый хрыщ. Издевается, дергает тебя там, капает тебя на мозги. Проходит время, ты понимаешь, я люблю тебя. Я люблю тихо, незаметно. Вот он вчера ему сказал. Он сегодня опять горшки эти не поставил вниз. Я его стропалю за это. А потом поставил. Сегодня с утра я сказал слово, жить как экономно надо. Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. А откуда я таким стал? Готовящийся стать террористом. Я день и ночь учился буквально этому. Ножи метал, стрелял. Все же делать, чтобы уметь мстить. Бог меня остановил, как Савва, и перевернул. Тебя будут гнать, тебя стрелять будут. И что мне Бог дает? Я не поэт. А стихи сегодня по одной строчке разбирает. Сколько? Даже вот этот прочитал. Ты подумай, сколько там есть. Это Бог дает. Я получил благословение от Бога. Получил благословение от еврейских пророков. Иеремия – это мой друг и брат. А через них обратился Златоус, а я его люблю. То есть, я с любого конца. Моё имя взято, греческое. А откуда оно взято? Ну, допустим, Игнатий Богомосец. Кто такой? Первый епископ Антиохии. А кто такой Антиохии? Где? Уверовали. Впервые стали называться христианами. Вот как. Куда бы я ни глянул, я получаю все от евреев. А они такие изобретели. Что там евреи-то? Они воевать-то не умели. Там канцелярские работники. Почитай Маковейскую книгу. И посмотри, здесь какие были. На каких фронтах. Где их посылали. Что они делали. Я легко это опровергну. Но смысл-то идет о благословении на сегодняшний день. Значит, у них в детях благословение получается. В работе может быть. В работе. Я бы вор был. Делал, как попало. Я не могу делать. Почему? Мой Бог Егова. Христос Спаситель. Дух Святой дал мне духовное рождение. Христос говорит, ждите обетованное. Мне ни один Бог не обещал и не мог дать. Третье лицо Троицы. На работе. Вот я работал на обыкновенной строительстве. Но я прорабом был когда-то. Потом пришлось в руки. А вот сказал Малагит. Проклятием вы проклятые все, кто не платит десятину. Они десятину сейчас не платят. Они не проклятые из-за этого остаются. Евреи-то. Кто? Я не знаю, кто платят, не платят. Не знаю. Сказать не могу на этот вопрос. Я там не был. Я могу сказать о себе. Это я узнал от них. Но они должны платить это православному священнику. Не своему-то раввину. Они должны действительно платить. Он не исполняет. Я за себя отвечаю. Я священникам говорю. Я никому не говорил, что не надо платить. Я говорю, платите. Торговлю уберите. Спаситель выгнал торгашей. Вот я первый раз дали в руки Евангелия. Никто меня не убеждал. Дали, положили новый завет. Вышли в другую комнату. Они только пообедали зашли. Я уже готов покаяться. Я всю жизнь искал эту святость. Я ощущал ее. Считал какие-то отрывки из Библии. Не знал штифр. Это глава стих. У меня было так, как у Савла. Я познал Бога. И моя жизнь изменилась. Я пришел на корабль. В Лоцмолске там подвозят катерок. И стал говорить тут же сразу. Через фальшборд. Переступил ты кого-то ногой. И сразу стал говорить о Боге. О вечности. Это было уже 54 года. Почти лет назад. Вот так. Откуда я получил? Оттуда. Святая Библия данная Израилю. Данная пророками. Апостолами. Павел кто? Еврей. Матфей кто? Еврей. Я от них все получил. А они это благословение полученное подали мне. Я прям живыми разговариваю к ним. К сегодняшним я прихожу. Я на работе работал бы не так. Почему? Ну как все работают, так и все. Там я там и себе в карман. На работе работаю. Иду домой. Но я плотник. В кармане гвозди. Да что же я делаю это? Два гвоздя, три там. Я не знаю куда деть. Уже домой иду. Но чтобы не быть виновным. Я просто в сугроб заброшу их и выйду. Но когда все отдыхают в обед. Я беру выдергу и иду. А палубку когда снимают. Там я гвозди старые выдергиваю. А потом распрямляю и мне хватает их. Я килограмма надергивал. Где-то. Роптать. Там матеряться. Не доплатили. Премиально мне никогда не дают. Тут будет. Я не знаю как. Но 280-300 процентов. Не переделывают. Все целые подъезды до пятого этажа переделывают. Заставляют. У меня ни одной работы не переделывали. Меня таким сделал Бог Израиля. Его благословение коснулось меня. Оно переродило меня. Это в обыденной жизни. Я бы не знал как обращаться с женой и прочее. Я знаю как обращаться с детьми. С женой. Он дает мне решимость. Когда напали 15 комиссий на лагерь. Тут бы любой растерялся. Краевого масштаба. И пожарники. И КГБ. И прокуратура. И суды. И санэпидемстанция. Роспотребнадзор. Я подаю в суд и все суды выиграл. Почему? За меня молились люди. Познавшие Бога Израиля. Куда бы я ни глянул. Одного движения нет даже. Спать как меня. Он научил бодрствовать. В бдении павел постоянно. Я сократил сон до 2,5 часов в сутки. Раньше было. Теперь я уже не могу это потянуть. Как касается смерти. Как встречать. Все я оттуда поимел. То есть душой я щадо Авраама. Из камней сделать. Детей Авраама он может сделать. И поэтому благословение Израиля. Я им окружен везде. Зачем бы я делал эти пруды. Больше миллиона вложил туда. В землю зарыл. При пенсии 6523 рубля. Гуру, гуру. А какой говорит гуру? Максим Степаненко говорит. Какой гуру? Два блаженных рядом с ним. И в землю столько заложили. Никто деревенские то не помогали. Ну там солому привезти только. Я этого не знаю и не слышу. Я благодарю Бога. Это он меня побудил. Бог. Который открылся Аврааму. И то благословение оно не прокисло. Как мне Бормистр сказал. Когда благословено. Я знаю он благословил. Благословляющий будет благословлен. Я благословен. Это все говорят. Где? Вот сейчас. Сегодня заходит в третьем поколении пятидесятник. Якубчук. Леонид. Леонид. Про вас то я понятно. Вот в каждом сказанном Аллахе говорит. Что вы проклятые евреи. Кто не платит десятину. Правильно? Проклятие вы проклятые. Но они сейчас так. Современные иудеи они платят сейчас десятину? Я ответил что не знаю. Я знаю только что они берут не десятину. А процентов 95 с каждого народа берут. Ну вот так они прокляты или благословены после этого? Те которые делают вопреки прокляты. Вопреки писанию. Да кто же делает не вопреки? Они все вопреки делают. А мне это всех не могу сказать. Павел говорит я откуда? Я из колена Вениаминова. Фарисея от фарисеев. А всех нельзя сказать. Не всех. Больше, больше. Или я ошибся в семь тысяч раз. Достаточно. В семь тысяч раз. Он говорит один я остался один. А Господь говорит еще семь тысяч сохранил. Наша ошибка в семь тысяч раз. То есть чисто ради остатка он этих, которые прокляты, он их сберегает. Или как понять это? Никак. Они умрут и пойдут в свое место. Ну пойдут да. Но ради остатка он даже этих хранит так сказать. Которые другие, которые примут его, когда придет Антихрист в их машах, а оказывается что он Антихрист и побегут они от него и остаток спасется. Он на них воздвигнет гонение. Самая большая трагедия будет впереди. Когда он воцарится, а евреи все делают, чтобы и перерасчищенника избрали, и вырастили там генетически чистых телец, чтобы рыжая телец была. Со всего мира золото, все мир, и Америка вся в долгу. Америка вся в долгу. Я посчитал сколько там, лет на сто вперед они уже в долгах находятся. У кого? Рашильды, Морганы, Рокфеллеры, Дюпоны. Все это так. Все. И вдруг они готовили, готовили его, убивали, революции делали, свергали правителей. И оказалось, что все это для того, чтобы воцарить чудище, которое начнет их преследовать. Есть даже такое мнение, как Владимир Соловей пишет, что он и не обрезанный даже будет. От седьмого колена блудной матери. И вот, когда они увидят, тысячелетия грабили народы, о чем Лютер Мартин писал. Златоуст эти слова против Иерев. Я не отвергаю ничего. Они видели живое. Но они оставались в самом том благословении. А может быть отдельно. Да, отдельно, как Хвольцев Данил Авраамович, который большую часть Библии перевел. У нас есть на кого опереться. Ученеший человек. И, зная это, я никогда, нигде, мимо не пройду, если хулят евреев. Я обязательно остановлю. Потому что это проклятие, проклятый, кто будет поносить вас. Не проклинай народ Божий. И я стараюсь их, тех проклинателей, остановить. Там, где мне приходится находиться, евреи сегодняшние не будут гонимы. Так они и изверги. Еще раз говорю. Меня не надо переубеждать. Я уже переубежден один раз и навсегда. Вот я показал. В питании, где влияет на меня то, что я обратился. Посты соблю. Это все от них идет. Как одеваться, как ходить спать, заводить дружбу. Как умирать, готовиться к смерти. Я все научился из этой книги. Я весь не свой. Я под их владением. Обрезание. Это крещение теперь, понятно. Обрезанием нерукотворенным. Я все это получил от них. И поэтому для меня это решено. Ну, хотел бы ты быть евреем? Ну, слово хотел ничего не значит. Я русский. А русскости-то какой тут? У нас ничего своего и не было. Я весь оттуда, из священного писания. Свет этот осиял меня. И поэтому я хочу это отдать друзьям, близким. То, что я имею. Притом щедро отдать. Вот, видишь, как даже сейчас вот сижу дома и, как говорится, пенсионер, а в интернет, как говорит Лапкин, внедряется. Стремительно вошел. Ну, у кого есть такое, что вот такой, как у нас сайт. 50 книг моим голосом насчитаны. Библия. Каждый день ставлю 10-12 роликов. 10-12. Это и какие? Библия насчитана мною. Каноны церкви. Добротолюбие. Житие святых. Иоанн Златоуст. Ежедневно даже вот это отбрать, тут ничего не скажешь. Все-таки в реме относятся. Все нити, толстая каната оттуда. В тюрьме я был. Если бы я был неверующий, я бы по-другому был. Я вышел оттуда еще более благословенный. В лагере я был бы по-другому. А ко мне все и начальники меня вызывают. Пройдет маленькое время и опять меня начальник тюрьмы вызывает. Побеседовать. Так он уже на пенсию ему идти. Соломин Александр Семенович. Я жене звонил после смерти. Меня тут не было. Умер по-христиански. Следователь, который меня допрашивал, Пищугов Виталий Николаевич. Он крещение принял в научном городке в полное погружение. Вот и все. Это благословение, оно через кого-то передается вокруг людям. Вот сколько есть. Вот вы слышите, у меня родственники обратились. Брат стал священником. Это то благословение, которое я получил, и я его не закопал, а щедро дал и умножал. Вот ответ тебе. А если Христос, я понял фенотикой. Со смирением надо прийти. А сейчас евреи тебя возьмут, начнут тебе щипы вставлять, как боятся некоторые, напрасно. Селом никто не сделал. Ну, сделать может быть. Это для учета. Ну, просто бухгалтерия такая, удобнее считывать. Больше ничего здесь нету. Когда тот придет, и тогда полное отречение дашь, ты бог для меня, тогда тебе знак этот поставят. И тогда покупают. А сегодня определитель того, что нету этого, все покупают и продают. Имеешь ты пластиковую карточку 666 или нет? Это только подготовка. А подготовка началась еще в раю. Оттуда пошло это. Оттуда. А теперь мы, распространившийся Афет, поселили в шатрах Симовых. Вот она исполнилась пророчество. А где это будет Дан? Дан, который не принял этой, который змеем на дороге будет, жарящим коня, так что всадник упадет. И всадник этот сегодня, возьмем евреев, он упадет. Он опрохинется. И в конце они увидят. Тысячелетие грабили, убивали. Разные перевороты делали. И все делали на свою погибель. И все на этом. Поэтому окончательное решение еврейского опроса может быть только в проповеди Евангелия. И вы будете им на дороге платить? Конечно. Я и плачу. Всю жизнь платил. А куда налоги? Да они, эти Абрамовичи там все сдвинули туда. Работали там. И ни одного выходного, можно сказать, не было. Лишнего. Вот так. Все на этом. Вославу Божию. Слава Престолу.